Не получится сразу применить пошаговую регрессию, поскольку шагов будет так много, что output будет постоянно виснуть. То есть компьютер будет считать, но результат мы получить просто не сможем, никуда его выгрузить не сможем. Поэтому исходно я запускаю через Enter. После первого запуска я получаю вот такую таблицу, в которой снова сортирую предикторы по значимости и оставляю только те, у которых значимость меньше 0.9. То есть я чуть-чуть убираю, остальные заново помещаю в регрессию, формирую новый синтекс. Вот как раз эти предикторы в новом синтексе. И заново запускаю регрессию, снова не пошаговую, а через Enter. Получаю еще меньшую табличку, в которой снова отбираю предикторы, на этот раз у которых значимость меньше 0.7. То есть я в каком-то роде работаю как подменщик пошаговой регрессии. Вручную делаю пошаговую регрессию и убираю не по одной переменной, а сразу группу переменных, потому что иначе было бы очень долго. Снова проделываю то же самое. Снова отсеиваю ряд переменных. И, наконец, на четвертом запуске я уже могу запустить регрессию пошаговую. Не забываю выставить Significance для переменных, которые должны остаться в модели 0.05 и ниже. И запускаю. Примерно минуту регрессия работала. Вот результат. R2 0.731. На мой взгляд, очень хороший R2, учитывая, что изначально мы получали максимум 0.12. Сейчас у нас будет 73 правильных прогноза и только 27 неправильных прогнозов. Также я сохранил предсказанные значения и округлил их. И после этого сделал кросс-таб. Полученный кросс-таб.